Два дня, 300 участников из 26 стран Азии, Европы, Африки и 120 экспертных докладов. Так выглядит международный форум в цифрах. В ходе пленарных и секционных заседаний были рассмотрены вопросы, связанные с экономикой, предпринимательством, экологией, сохранением окружающей среды, образованием, наукой, взаимодействием культур и религий, миропорядком и, конечно, борьбой с терроризмом. Между тем, красной нитью всех дискуссий стала роль гражданского общества и общественной дипломатии в решении глобальных проблем, с которыми сталкивается сегодня евразийское сообщество. По результатам обсуждений мы признали, что терроризм не может быть уничтожен с помощью только военной силы. Эта проблема должна решаться путем сотрудничества между всеми противостоящими им силами, как на национальном уровне, так и на международном. В этой связи очень важно странам обмениваться информацией. Именно поэтому так важно сегодня расширять структуру шанхайской организации сотрудничества. Уже точно известно, что ШОС пополнит Индии и Пакистан. Возможно, вскоре к ней присоединится Иран. По мнению представителя Индии, сотрудничество в рамках шанхайской организации выгодно буквально всем и поможет решить не только вопросы, связанные с миропорядком, но и с экономическим развитием центра мира. Центральная Азия – регион с огромными территориями и с большим количеством природных ресурсов. Мы видим те возможности, которые открываются для Индии в части промышленности и других отраслей экономики. Я думаю, что присутствие Индии в ШОС выгодно и для других стран. Мы можем играть роль хаба, ведь наша экономика постоянно растет. Наши достижения сосредоточены не только в фармацептической области. Мы рассматриваем сотрудничество, к примеру, и в сфере оборонной промышленности. Дальнейшие планы сотрудничества представителей гражданской дипломатии отразились в Сочинской декларации. Она была составлена по итогам международного форума. Кстати, идея, которая также нашла свое отражение в этом документе, проводить форум на регулярной основе, гости поддержали единогласно. Могут открыться и новые направления. Я думаю, что форум будет идти по пути детализации, по пути выдвижения новых тем и сосредоточения в рамках новых тем. Есть, например, такие острые вопросы, которые требуют очень осторожного обсуждения. Это пограничные конфликты, это внутренние конфликты, это столкновение религий, который происходит, или, по крайней мере, приверженцев разных религий. Как часто будут встречаться на курорте участники евразийского диалога, пока неизвестно. Есть предложение организовывать дискуссионные площадки ежегодно, ну или, по крайней мере, раз в два года. А вот то, что шанхайский дух, основанный на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве, ненасилии, гуманитарно-экономической кооперации всех народов и государств, будет распространяться на языке народной дипломатии, известно доподлинно. Елена Всецна, телекомпания ФКТ